Во время молитвы «Ангел Господень» Папа размышлял об авторитете, которым обладал Иисус и который не был похож на авторитет фарисеев. Иисус проповедует со своей собственной властью, как человек, обладающий учением, полученным от Отца, а не как книжники, повторяющие предыдущие традиции и законы. Они повторяли слова, 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 только слова, как первая великая певица Мина. Папа Франциск также объявил, что он очередил особый день для церкви – Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Он будет отмечаться каждое четвертое воскресенье июля, что по датам созвучно с праздником святых Иоакима и Анны, бабушки и дедушки Иисуса. Они напоминают нам, что старость – это подарок, а бабушки и дедушки являются связующим звеном между поколениями, передавая жизненный опыт и веру молодежи. О бабушках и дедушках часто забывают, и мы забываем, как сохранить наши корни и передать знания дальше. В этот день вместе с Папой молились молодые люди из римской общины католического действия. Каждый год в конце января – месяца посвященного миру – они по традиции сопровождают Святейшего Отца во время молитвы «Ангел Господень». Для этих молодых людей время, проведенное с Папой, является кульминацией периода, посвященного размышлениям о необходимости диалога и прощения. Обычно дети приносят с собой воздушные шары, чтобы выпустить их в воздух из окна. Но сегодня мы заперты здесь, так что это будет невозможно. Но в следующем году вы точно сможете это сделать. Папа Франциск также попросил христиан прожить праздник Сретения Иисуса со всей верой. Евангелие в этот день повествует о сцене встречи между старцем Симеоном и святым семейством. В связи с этим папа сказал, что этот день также можно рассматривать как праздник встречи пожилых людей и молодежи.